доброе утро дорогие мои зрители сегодня я впервые решила потолкаться в толпе с утра на завоз магазин second hand утром были дела и освободилась как раз еще до открытия магазина давайте посмотрим что же мы можем найти прям с утра несколько сумок лонша французских я нашла но не купила ни одной потому что нейлон был уже не форме не в состоянии уголочки в дырочках я вам немножечко показывая людей вокруг с огромными тележками с огромными кучами перемещаются все сгребается просто греблей вот такая интересная сумочка с фермуаром красивым просто взяла посмотреть покрутить и вам показать рюкзачок из натуральной кожи я его не покупала потому что вот эта коричневая отделка вся была уже блесшая и остался хотя вот основная вся кожа в абсолютном порядке что же я купила я купила вот такой вот бадлон в составе здесь шерсть и акрил он в очень хорошем состоянии ни катышек ни зацепок ничего нет конечно он поднабрался немножечко пыли как обычно бывает в таких магазинах и я его купила очень хорошего качества и в хорошем состоянии следующая вещь которую я купила вы видите ее за бадлоном это вот такая вот в бежевом оттенке кожаная куртка и и вы наверняка уже видели в магазине моем инстаграм ссылка на который всегда в описании под видео единственный нюанс этой курточки в зацепках подкладка видимо какая-то вещь была поддета с липучкой мне такое впечатление ну подкладка нам не мешает она не в дырах она просто в зацепках качество кожи отличная кожа маслянистая и мягкая поэтому конечно же я ее купила следующая моя покупка это сумка от постел вот такого вот красивого мятного цвета как вы видите на сумочке есть пятна вот такой вот ярко-рыжая с этими пятнышками потихоньку справляюсь пока не идеально но тем не менее химикатами они снимаются и если они будут слегка заметны то очень слегка сумку конечно купила потому что даже плечевая плечевой ремень плечевая ручка у него на месте что бывает крайне редко еще откладывала вот такую куртку винного цвета с натуральной кожи кожа мягкая маслянистая это тоже видно в прям на видео но не купила потому что на сгибах по краям рукавов по краям низа куртки затертости и они видны очень и поэтому я не покупала эту куртку с большим сожалению оставила ее в магазине очень хорошего качества кожа магазин забит как вы видите товара очень много и покупают конечно тоже очень много вот такой вот шоппер от fusel попадается мне второй раз он силиконовый на кожаных ручках и второй раз я его не покупаю потому что на силиконе отпечаталась какая-то темная вещь может быть темная сумка и черные разводы которые ничем с этого силикона не снять к сожалению остался в магазине также как остался в магазине вот этот вот шелковый платок на нем я не нашла бирки и платки без бирки я не покупаю пантелет из натуральной кожи эти я купила через пальчик в стиле биркеншток они в хорошем состоянии натуральная кожа вверх натуральная кожа стелька и я их купила для своего магазина мы с вами в следующем магазине и снова начну сумочек вот такая замшевая сумка бирюзовом оттенки от хутор она практически новая я не нашла у нее следов носки замша прекрасном состоянии пятен нет на затертости нет и эту сумочку я купила для магазина следующая сумка тоже из натуральная замши в бежевом оттенке как видите она не в форме она грязная сумочка от аг бренд и осталась она в магазине и покрутила но замши справляться очень сложно особенно со светлой поэтому я ее не покупала и не рискнула ее приводить в порядок все остальные детали из натуральной кожи них искусственный следующий шоппер от бренда the sack очень хорошая сумка и отличнейшая зернистая кожа мягкая идеальная уголочки все в идеальном состоянии но у этой сумке не в порядке ручки как вы видите они уже претерпели такие вот изменения и на ободочке слегка вырван кусочек кожи но самое главное конечно что не в порядке ручки на удивление углы все в отличном состоянии но ручки конечно подвели и сумка это осталось в магазине в светло-молочной кожи сумка cross body такую модель делают многие бренды и рейли в том числе но это сумочка ноу-нейм и из-за состояния и его поверхности я конечно ее не покупала следующая сумка которую я тоже не купила это джимми чу натуральная кожа со вставками из натуральной замши много металлического декора как вы видите претерпел изменения цвет этой сумочки и металлические детали местами вырваны из своего положенного места и конечно эту сумочку я тоже не покупала из-за серьезных дефектов мокостины от эко светлая замша натуральная как видите вверх тоже не совсем в порядке замша имеет затертости но самый большой дефект это трещина на подошве поэтому остались тоже нашла бы такие классные мокостины тоже натуральная замша скорее всего они мужские хотя у таких вещей мне кажется пол определять для носки не обязательно натуральная замша мягкая остались в магазине вот эти вот мюли из натуральной кожи тисненной под рептилию вы скорее всего уже видели в магазине и они нашли уже свою новую владелицу натуральная кожа вверх натуральная кожа внутри очень хорошая модель я очень люблю такую обувь носить летом мы с вами в третьем магазине за сегодняшний день нашла две сумки из белой натуральной кожи ни одну сумку я не покупала потому что они конечно же уже были не презентабельного вида вылезший клей сумки эти я не покупала очень некачественно выполненным некачественная кожа вылезший клей из своих проклеенных мест но в общем вырваны металлические части декора тоже из своих мест но в общем просто покрутила по разглядывала что я люблю делать и сумочки эти конечно же остались лежать в магазине возможно кто-то их приобретет дни распродаж следующая сумочка черная мне очень понравилось здесь кожа очень качественная зернистая среднего размера вот такой вот тут но не покупала тоже эту сумочку потому что нашла дефекты в отделке углов швы затерты немножечко до дырочек они очень небольшие но тем не менее это дырочки и конечно же сумочка это тоже осталось в магазине ждать свою новую владелицу обувь очень мне понравились вот такие мужские макосины из натуральной замши графитового цвета с вышивкой на язычке ну классная классная обувь и вот такие пантелеты в стиле беркиншток из натуральной кожи вверх и стелька эти вот пантелеты я купила еще не выставляла магазин у них размер 47 но на одном на одном шлепке слегка залито внутренняя часть чем-то они не надеваны их просто чем-то залили взяла вам показать посмеяться вот такой вот ремень он из натуральной кожи похож на винтажный несколько видите видов кожи и он с такой огромной огромной пряжкой вы видите они пяшка буквально больше моей ладони объем при этом ремня очень-очень маленький буквально на ребенка просто покрутить посмотреть и вам показать и закончить это видео я хочу на фоне вот этого коврика который меня порадовал это не не шкура убитого животного это сплетенный из шерсти всем пока пока до следующего видео